Сегодня в Донском храме как никогда много народа. Жители городского округа уже в Сочельник спешат набрать святую воды, принять участие в богослужении и подготовиться к светлому празднику крещения Господня. Это праздник очень большой, очень светлый. Ну, во-первых, и службы такие праздничные, светлые, и воду всем раздают. Ну, очень хороший праздник. А как вот святую водичку вы используете дома? Ну, мы стараемся ее хранить целый год, освещаем дом, ну, пьем, когда кто-то заболел, не дай бог. Ну, то есть ее храним, стараемся хранить эту же святыню. Сейчас я водичку поставила, свечи, за здоровье, за упокой, молитву немножечко, службу послушала. В общем, сделала. Теперь только должна до 120 жить. А вы окунаетесь, может быть, в прорубь или раньше окунулись? Унался. Я ездил в Олесино, там есть упели, и унался там. Хорошо, вылезешь, тепло даже, очень даже приятно. Там вода чистая, и специально сделан бассейн для упания. Крещение Господне – один из 12 главных христианских праздников. Он имеет свои обычаи и традиции. Именно крещением заканчиваются рождественские святки. Каждый год он отмечается 19 января. Если говорить об истории, то праздник связан с крещением Иисуса Христа в реке Иордан. Сам Христос не нуждался в очищении от грехов, потому что Он был безгрешный Бог, воплощенный на землю как человек. И когда Он пришел на Иордан и погрузился в его воды, то, как мы читаем в Евангелии, с неба послышался голос Бога Отца, это Сын Моего возлюбленный, в Которое Мое благоволение, и сошел Святой Дух в виде голубя. И таким образом состоялось Богоявление, как мы называем еще иначе этот праздник. Когда Господь осветил воды, они обрели особые свойства. И эти свойства мы видим в той воде, которая освещается в праздник Крещения Господня. Считается, что эта вода способна сохранять свои чудесные свойства на протяжении всего года. Верующие хранят ее дома, периодически окропляя жилища для защиты от всевозможных несчастьй и напастей. А также святую воду можно пить, придавая своему организму здоровье и силы. Эта вода требует к себе благоговения, ее нужно принимать с молитвой, для того, чтобы благодать Божия, которая пребывает в этой воде, она действительно нас освещала. Но самое главное, конечно, для чего пришел в мир Бога человек, Господь Иисус Христос, осветить прежде всего нас, людей, потому что вода очень важная часть мироздания, но еще важнее в мироздании все-таки человек. Еще одна популярная традиция Крещения – купание в проруби. Перед массовым погружением в купель священник опускает крест в специальную крещенскую прорубь, называемую Иорданью, и освещает воду. Как мысященцы отметили праздник в ночь с 18 на 19 января, мы расскажем завтра. А сегодня отец Дмитрий поздравляет всех жителей городского округа со светлым праздником Крещения Господня. Дорогие друзья, братья и сестры, поздравляю вас с праздником. Желаю, чтобы та вода, которую мы освящаем в День Богоявления, вела, как сказано в богослужебных песнопениях, нас в жизнь вечную, чтобы мы, освящаясь ею, восходили от силы в силу в жизни христианской. Алла Сталаева, Андрей Капустин. Информационная программа «День». Продолжение следует...